Здравствуйте! Рядом со мной спикеры из Словакии со своим прекрасным кофе. Хочется узнать чуть побольше. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Давайте тогда сначала я расскажу про вообще Словацкий национальный стенд. Зовут меня Самойч Лар. Я представитель Словацкого агентства по развитию медицинской торговли. Словацкое агентство по развитию медицинской торговли – это государственное агентство, работает под Министерством экономики Словацкой Республики. И целью агентства поддержки или продвижения словацкого экспорта. Вот решили в этом году приехать на World Foods. Приехали с 12 кампаниями. Одна из славских кампаний, которая будет здесь с нами, это кампания Штрбской прессы. Славяка Штрбской прессы занимается кофе. Так что мы сейчас дадим слово гостодину Михау Полаку, который дадится директором слоу кампании. Дякую за слово. Пропадщи, что будем говорить по-словенски. В первом раде бы я бы сказал, что Штрбская пресса – это кава, которая поставлена на базе здравия, потому что это кава, которая равноважно распространена. То есть, что штрбская пресса пред распространена под великостью, а тим обеспечиваем равноважное распространение кави. Так что, первое, господин Полак, извините за то, что говорит по-словенски, но буду приводить. Структура компании – компания основана на здоровье. То есть, целью компании продавать здоровый кофе. Кофе, который компания продает, до обжарки сам кофе сортируется по размеру с целью того, чтобы обжарка получилась равномерной. Когда обжарка равномерная, то кофе приобретает свойства, которые полезны для человека. Вшитко, что человек достает до себя, то значит, что выпить, что человек сконзумует, имеет учинки на его здравие, чьи уже negативные или позитивные. Но так-то приправленная кава имеет благодатные учинки на здравие человека, против раковины, против остеопоза, паркинсоновой хоробе и многим иным хоробам. Все то, что человек принимает, есть, пьет, воздействует на организм человека. Это то же самое касается кофе. А вот кофе, который обжарен этим способом, благоприятно влияет на человека. Оно полезно против рака, против болезни паркинсона, против остеопорозиций и других заболеваний. Так-то приправлено кава в штрпской прессе, подло словенской рецептуры, которую прожим в итальянском терсте. А вот таким образом подготовляется или приготовляется кофе в штрпской прессе, которая по словакской рецептуре обжаривается в итальянском терсте. Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что кофе такой обжарки, именно вот такой рецептуры, пока еще не было в России, и вы первопроходцы, кто пытается познакомить русского потребителя с таким видом кофе? Так же, че справне розумеешь, что затяк кава с таким-то пряженим в Русску не, а что справне кава, что ты такий прейкомник на русском трху с тим-то типом кавы? В истом смысле, ано, а не докажем с истотой сказать, что такая кава тут не существует. Я знамя, что кава так-то приправленная наоборот ма благородные учинки. Самое, тут говорим о поцте технологических кроков, а технологические крокы означают пеназы. Чиже една сам, может быть, о каву премиевую, а каву дракшую, которая ценово повыбает около 25-30 евро за один килограмм, что может быть в предпочте около 2500 рубл. Это кава, которая драхшая, но может стоить за то такую каву, потому что наоборот вам принесет дамку здравия и энергии? Ну, в принципе, можно сказать, да, но в любом случае мы как бы не анализировали раски рынок до глубины, чтобы сказать в 100%. В любом случае нужно понимать, что процесс обжарки – это разные степени технологии. То есть вот здесь больше степени технологии, и из-за этого, ну, это кофе, можно сказать, ну, сорта выше или высокого, и из-за этого сам кофе, ну, получается, ну, более, более дорогим, чем вот более простой вид кофе. То есть мы говорим о сумме 20-25 евро за килограмм, получится где-то 2500 евро. Ну, 2500 рублей, простите, простите. Все немножко испугались. Ну, было бы хорошо продать за такие деньги. Было бы хорошо, чтобы русский человек очень хотел бы покупать такой кофе и покупал бы за такие деньги такой кофе. Но премиум-сегмент, российский покупатель с ним знаком, и я так понимаю, что если этот кофе придется по вкусу, все мы его оценим, правда, и оздоровительный эффект, и вкусовые качества, то я думаю, конечно, эта цена не остановит нашего покупателя, и, конечно же, он будет сметаться этот кофе с полок. Да, обязательно. Так же, в общем, в том числе, как это и премиум, а вот тогда Акса будет пачать хоть, и так кто-то их русский накуп сужает. Мы будем очень рады. Мы будем очень рады. Это будет замечательно. Спасибо большое. Пожелаю вам удачи на нашей выставке, и надеюсь, в следующем году мы пообщаемся, и вы расскажете нам о своих успехах, то, что московские ритейлеры с руками расхватали ваш продукт, и мы можем в любом магазине рядом с домом найти этот прекрасный кофе. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за большой простор, за все. Спасибо. Для вас. Спасибо.